А потом писатель скажет, я не люблю своими державами. Он скажет, что он, в общем-то, интересно, почему. То есть это уже будет... Он идет через ваше подсознание, вы пронились им, а еще кто-то вам что-то говорит. Это влияние будет больше, чем влияние политолога, который будет вам какое-то одно наследование случая, или другое. Мне кажется, писатель не только в нашей стране, но вообще писатель до сих пор сохраняет довольно сильную позицию. Если они талантливые, если их читают, если они становятся публичными людьми, конечно. Прямо такие политические, политические, я не знаю таких писателей. Но есть, в общем, немало людей, которые где-то параллельно шают. Ну, я не знаю, Шендерович, например, достаточно политический вид Шендерович. Я думаю, что Дмитрий Быков тоже пишет политические всякие стихотворные сатиры. Я думаю, что Лимонов в некоторых книгах у него сугубо политические. Но это не значит, кстати говоря, что, скажем, Лимонов был изначально политическим писателем. Он сначала был прекрасным писателем, а потом себе позволил рассуждать политически. Если бы он был просто политическим писателем, кто бы его не слышал. Наверное, то же самое можно сказать и про Быкова. Тенденции довольно грустные, потому что проза, она потому и проза, что она отличается просто от письма, которые вы пишете маме, оказавшись на курорте. Например, вы пишете «Мама, у меня облупился нос». Это не говорит, что это литература. Говорится это просто, что это ваша корреспонденция с мамой. А литература заключается в том, что она создает свой особый мир, который таким или другим способом преломляет реализм жизни нашей. И дает вам ощущение той самой энергии, которая нужна человеку. То есть она заполняет вас какой-то дополнительной энергией. Об этом я говорил на ПЭС-конференции. Поэтому сказать о том, что писатели сейчас двигаются в эту сторону создания каких-то своих собственных миров, нельзя. Они наоборот пошли в сторону письма к маме. Они наоборот пошли в эту сторону создания. Обязательно переводить людей в обратное состояние тогда, чтобы они только могли читать и телевизор смотреть. Нам всегда кажется, что мы живем первыми и последними. Но в Европе у людей не меньше развлечений, чем у нас стало здесь. И все равно они в некоторых странах читают много, а в некоторых читают мало. Все зависит тоже от системы образования и воспитания. Например, Германия очень читающая страна, Голландия читающая страна, А Италия не очень читающая. И так далее. Поскольку у меня книжки выходят практически во всех этих странах, но об этих-то уж точно, то приезжаешь и видишь, что по вопросам журналистов даже, что одни немцы про тебя знают больше, чем ты сам. И итальянцы в основном спрашивают, как вы любите футбол. Тут же есть большое количество примеров таких. Вот Гарри Поттер, например. Она вот, конечно, которая завела миллионы читателей во всех странах. Она говорит о дефиците метафизики, потому что, я имею в виду о Западе, потому что Запад рационализировался, все у них идет по каким-то конкретным программам, у них нет про этой платформы девять с половиной, а тут появляется книга, с этой платформой. И из-за того, что эта платформа появляется, рождаются всякие чудеса. И это, ну это как рыбий жир. То есть надо его употреблять для того, чтобы быть полноценным человеком. Только рыбий жир не вкусный, а Гарри Поттер, он наоборот вкусный. Так что вот эти книжки. Очень полезны книжки, в которых есть что-то связанное с исторической тайной, и при этом они еще что-то объясняют, и это все выражают, объясняют. То есть объясняются какие-то вещи, которые человек не знает. Тайна, историческое объяснение, и выражена в форме детектива. О чем я говорю, скажем, о книгах Дэна Брауна. Есть люди, которые научились писать бестселлеры, но в основном, мне кажется, работая с человеческого выпусти. Чтобы написать книгу такого легкого массового прочтения, надо довольно четко знать инстинкт этой толпы и работать с ними. Хотя, я думаю, Гарри Поттер довольно случайно стал бестселлером. Поначалу же они тоже, эта книжка как-то не шла и все. Она попала, что называется, в живо. Вообще, искусства писать бестселлера нет, но с другой стороны, есть люди, у которых есть... Ну, вот есть же люди, у которых есть дар предпринимательства. Есть люди, у которых есть дар соблазнения женщин, например, а у других нет. Или еще что-то есть. А есть люди, у которых есть дар. Какие ассоциации есть в Татарстане, например, в России? Мне кажется, что произошла эволюция с этим миллионом, восприятие разных людей, потому что я думаю, что в каком-то далеком прошлом, я имею в виду далеком, лет 50-60, как раз понятие Татарстана сводилось к представлению о какой-то непонятной, смутной такой, мутной-смутной цивилизации, которая никак себя, в общем, в истории не выразила, как тут противостояло христианству и русской цивилизации. Но я могу сказать абсолютно искренне, потому что я это говорю в Казани, что Татарстан стал гораздо более позитивным имиджем сейчас. Просто имидж Татарстана более позитивен и подчеркивается много разных достоинств этого региона и в плане развития, и в плане самостоятельности, и в плане самостоятельности мысли, развития страны. Ну, я имею в виду края страны, это республики, назовем так. Не знаю, у меня вот... Я почему здесь? Ну, потому что мне кажется, что это перспективный край. Мне думается, что он будет становиться все более и более ярким и активным, и не обязательно из-за нефти. Здесь есть какие-то свои представления о добре и зле, которые имеют какие-то более устойчивые понятия, понятия, нежели в каких-то других регионах. И не обязательно из-за мусульманства вообще-то умение что-то производить, работать, задумываться. Более четкая структура семейной жизни. Понятно, что все равно это далеко-то дело, но что-то есть. Так что, в общем, если говорить в двух словах, то я считаю, что Татарстан это положительный край с хорошей перспективой. Спасибо.